В этом году в Татарстане зарегистрировано более 180 тысяч иностранных граждан. И как при этом не допустить возникновения межеднических конфликтов? Обсуждался национальный вопрос на Совете при Президенте Республики Татарстан. Поговорим и мы об этом в программе «Главные новости». Оставайтесь с нами ближайшие 25 минут. Напоминаем нашим телезрителям, что для вас работает телефон прямого эфира 511-99-66. Задавайте свои вопросы, можете звонить прямо сейчас. Ну а я вас познакомлю с гостем в нашей студии. Сегодня мы обсуждаем межнациональный мир и согласие с председателем Духовного управления мусульман по Республике Татарстан, Муфтим Татарстана, Камилем Хазратом Самигулиным. Камиль Хазрат, добрый день. Здравствуйте. Нам очень приятно, что вы в своем плотном графике нашли время оказаться у нас в студии. Вы были участником того совета. Я предлагаю сначала ознакомить телезрителям с небольшим сюжетом, после чего начнем обсуждение. Итак, внимание на экран. 77 жителей Татарстана воюют в Сирии на стороне боевиков, и это только официальные данные. Проявления экстремизма встречались и в самом Татарстане. Несколько месяцев назад в Казани был задержан сторонник запрещенной террористической организации ИГИЛ, а в районах разоблачена экстремистская организация, которая проповедовала радикальный ислам. Чтобы искоренить такие факты, необходимо проводить не только оперативно-розыскную работу, но и духовно-воспитательную. Вот эта вот задача стоит. Она очень тонкая, деликатная, для того, чтобы их экстремистские террористические воззрения не перекинулись на ближайших окружениях. В зону риска попадают и мигранты. Их число за последние годы в Татарстане выросло практически в два раза. Чтобы иностранцы не обособлялись от общества, необходимо создавать условия для их социальной и культурной адаптации, помогать им с трудоустройством. Кстати, на будущий год квота для мигрантов республики увеличена в несколько раз и составит 5000 рабочих мест. Возрастают риски межэтнических конфликтов и формирования закрытых анклавов. Высокая опасность притока людей, имеющих причастность к пропаганде националистической идеологии, идей радикального ислама или состоящих в экстремических религиозных группах. Обстановка в республике спокойная, но это дается нам ежедневным трудом. С другой стороны, люди не должны забывать о своей национальной принадлежности, уверены в руководстве. Для этого в некоторых школах Татарстана, помимо русского и татарского, ведется преподавание на марийском, чувашском и других языках. Однако доступность образования на родном языке есть не во всех районах. В Ознакаевском районе проживает 86% татар, 86%. Обучается на родном языке 25%. Это слишком резко выделяется. Казалось бы, чисто татарский район, а уделенный вес обучается на татарском языке. Если сравнивать с другими регионами, разница очень большая. Надо, я считаю, обратить надо очень серьезное внимание. Укреплению мира и согласия между народами способствуют эмоциональные праздники. Причем, помимо общепризнанных Сабанту или Каравона, в республике отмечают, например, иудмуртский Гордын-Бетон или мордовский Валда-Шинязь. При этом фестивали имеют еще и экономический эффект. Один только Титюшский район за год увеличил турпоток до 25 тысяч человек. Еще одним инструментом для достижения межнационального и межконфессионального согласия являются дома дружбы народов. Сейчас на территории Татарстана действует семь подобных домов. В ближайшее время планируется открытие еще трех. Андрей Шульга, Андрей Ключников, новости Татарстана. Итак, вы были участником данного совета, были на совещании. Какие вы выводы для себя сделали, чтобы подчеркнули? Во-первых, то, о чем сказал наш президент, что обстановка в республике спокойная, но это дается тяжелым ежедневным трудом. Мы особенно в нашей республике хорошо понимаем, насколько это важно. Это понимание у нас есть. И даже это отмечают гости нашего города, нашей республики. Они говорят, у вас очень завышенное понимание толерантности. То есть, кому бы не задавали вопрос, даже разговаривал с журналистами, федеральными журналистами. Просто от останавливаем людей на улице. Они все говорят, самое важное, чтобы был мир и спокойствие, толерантность. То есть, это стоит огромных трудов и представителей конфессии, а самое главное, руководству нашей республики. Да, в том числе это серьезный труд и вашему духовному управлению. Какая воспитательная духовная работа проводится в республике на данный момент, для того, чтобы сохранить этот мир и не допускать особенно важное распространение радикального ислама? Есть такое понятие, как мактаб. Это примечательские курсы. На русском языке можно назвать воскресные школы. Более 350 мечетей они задействованы в этом процессе. У нас есть стандарт образования, выпущены стандартные учебники, по которым ведется преподавание. И задействовано более 20 тысяч человек, которые, скажем, каждую неделю посещают эти курсы и получают образование. Как вы оцениваете, в принципе, ту работу, которая ведется против радикальных течений? И 77 человек, воюющих сейчас на стороне боевиков в Сирии. Как не допустить увеличения этого числа? Здесь не только религиозный вопрос. Нужно немножко отойти и сказать, что терроризм это не религиозное проявление. Здесь очень много есть причин. Это и социальные причины. Когда человек не реализован, не смог устроиться, просто не найдя себе места в обществе, он подается куда-то к радикалам. Поэтому здесь нужно смотреть на все причины. Здесь совокупность причин. Что же касается религиозных вопросов, то с минбаров, с кафедр мечети, об этом постоянно говорится. И у нас есть журнал, который называется «Шура». В нем стандартные проповеди, имамы готовятся именно по ним. Постоянно мы приводим изречение, о чем говорит нам. В основном же терроризм или непонимание религии идет от незнания, от невежества. Поэтому мы должны просвещать людей, просвещать именно в правильном русле. И здесь очень важно отметить возврат религиозных деятелей к традициям. Как раз сегодня мы будем говорить о Маулиде. Это тоже традиция и нашего народа, и традиция мусульман по всему миру. Да, но прежде чем перейдем к Маулиду, хотелось бы прояснить. Все-таки есть, я думаю, неприятная для всех ассоциация с исламом, так как терроризм зародился во многом именно где-то там на Ближнем Востоке. Что делается в республике, чтобы не было этого неприятного остатка? Ну, не нужно называть терроризм исламским, у него нет нации. И говоря так, например, в Европе мы когда смотрим во Франции, кто делает террористический акт? Француз, который, скажем, недавно принял ислам. И вот СМИ как раз его и научили, что терроризм бывает исламским, радикальным. Вот вы такие дают ему настрой. То есть человек не знаком с Кораном. Например, он наверняка не знает о аяте. «Манкаталя нафсан» — «кто убил одну душу, кто убил одного человека». «Факанна ма каталя насаджамия» — «перед Господом он подобен тому, кто убил все человечество». То есть об этом же ему никто не говорит. Никто не говорит о прекрасных сторонах, о том, о чем учит Коран. Человек не знаком с Кораном. И он не видел истинных, правильных проповедников. Тем более нет традиций. Традиции великих ученых. У нас они были. Мы даже успели застать наше старшее поколение, которые донесли до нас, передали эту эстафету. Ну и в сюжете говорилось о том, что важным явлением здесь для сохранения межэтнических связей являются отмечения различных праздников. В том числе Маули, о котором вы заговорили. Хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали об этом празднике и о его сути. Конечно, официальное празднование в большом масштабе началось в XII веке в городе Эрбиль. Говорится, что это была сирийская провинция. Сейчас этот город находится на территории Ирака. Неофициально называется Курдистан. Это курдская часть Ирака. Мы тоже посещали этот город. В XII веке Ибн Айзуддин был правитель, и он провел его масштабно. То есть как что-то такое грандиозное. Но противники выходят против празднования этих мероприятий и говорят, что при пророке этого не было. Во-первых, начну с конца. Основной аргумент противников это то, что праздника нет в Коране. Сейчас я к этому тоже дойду. Наши предки отмечали этот праздник. Отмечали и даже не только один день, а в течение всего месяца. Месяц Раби Ауаль называли месяцем Маулида. Месяц, в котором мы сейчас находимся. И вот в этом году 11 декабря с заходом солнца будет именно ночь рождения пророка Мухаммада. Что касается Кур'ана. Сначала мы начнем с Кур'ана. Всевышний Господь в Суре Юнус, 58-м аяте, говорит. Скажи вам, Мухаммад. Скажи. Если Господь дает какое-то достоинство и оказывает нам милость. То есть, Пусть за это верующие люди возрадуются. Пусть они проявят свою радость. То есть, Господь приказывает нам за любую милость проявлять благодарность и радоваться. А самая большая милость, она какова? То есть, каждый мусульман знает в Суре Анбия, в Суре Пророки, говорится. То есть, приход нашего пророка Мухаммада, он самая большая милость для нас. И в другом аяте Господь приказывает нам за любую милость благодарить. И как же не благодарить за самую большую милость? Теперь человек может задать вопрос, что пророк сам его не отмечал. Что такое отмечать? Это значит выделять. То есть, мы не говорим о том, что если праздник будет со спиртным, если праздник будет запретным, от которого будут плохие последствия, этот праздник, мы тоже против такого. То есть, мы не поддерживаем празднество, в котором может совершаться грехопадение, что-то запретное Господом. Но если человек обрадуется приходу пророка, во-первых, а как он отмечал сам? Отмечал или нет? В сборнике Бухари задается вопрос, почему он держал, соблюдал пост каждый понедельник. И пророк Мухаммад, саллиллау алейхи саллиллау, ответил, потому что я родился в этот день. Обратите внимание, не раз в год, а каждую неделю в понедельник он отмечал. То есть, как отмечал? Выделял этот день. Он говорил, что этот день особенный своим действием, таким действием, как пост. И причина этому была то, что я родился в этот день, он говорил. Пророк Иса, то есть Иисус, приводят его слова в Куране. Саляму на алейхи яума вулитту яума амуту хайя. Пусть будет мир мне в день, когда я родился, и в день, когда я умру. Да будет благословен день моего рождения, и будет благословен день моей смерти. То есть, день его рождения, он тоже сказал, что это не простой день, это день благословенный. То есть, пророк выделял постом. И этот праздник, радоваться в этот день, оно приносит пользу не только верующим людям, но даже и неверным оно принесло пользу. Например, в сборнике Бухари хадисов, опять же, приводится. То есть, в Куране говорится о неверных людях, таких как фараон, который приносил Моисею очень много зла. Гаман, Намрут. И в их числе был такой человек, современник пророка, это Абу Ляхаб. Хоть он был и родственником его, пророк увидел от него очень много бед, очень много зла. Но о нем говорится в Коране. То есть, если в Коране говорится о нем, значит, он настолько невежественный. Отдельная сура есть. Таббат яда аби ляхаби уватаб. То есть, отсохнут руки Абу Ляхаба. То, что в аду его жена будет носить дрова, подтапливая огонь, в котором он будет гореть. То есть, это человек проклятый. Но, несмотря на это, насколько он неверный, насколько он злобный, и сколько много вреда он принес пророку и религии, в общем, говорит, что каждый понедельник его наказание в аду будет облегчаться. Почему? Потому что он возрадовался всего лишь однажды. Когда пришла вещь, что родился Мухаммад, его родственник, его племянник, он обрадовался. И та рабыня, которая принесла эту весть, он ее сразу же освободил. Он устроил праздник, он обрадовался. И только за это не раз в год, не раз в столетие, а каждую неделю, каждый понедельник в аду его наказание будет облегчаться. То есть, посмотрите, неверный человек получил пользу. Что же говорить о верующих людях, которые с любовью в своем сердце жили к пророку Мухаммаду и обрадовались. Я не говорю о совершении греха. Я не говорю, что нам будет распить и спирт новую. Я говорю, что человек обрадовался. Как бы он не проявил эту радость в разумных, то есть в рамках разумного, в рамках дозволенного, разве это может быть порицаемо и разве за это не получит никакой награды человек? Камиль Хазрат, я вас, позвольте, прерву. У нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте ответим на этот вопрос. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, вас беспокоит Валерий Александрович. Ну, я живу с половины 20 века, в общем-то, коренной житель города Казани. И мы жили с татарами, с шивашами, с русскими, со всеми вместе, в общем-то, я сам русский. И жили в одной квартире, как раньше, если помните, были коммуналки. И были, значит, я даже, пару раз иногда даже соседей звал это АТИ, они, в общем-то, да, так, потому что они со мной, ну, сидели рядом, как говорится, мои родители, если работали, то они, значит, дома были вот. И разговоры, в армию пошел я был у меня, разговор такой, говор такой, зачем, почему, а чего, там, в общем-то. Это, я что хочу сказать, у нас не было слова толерантность, это терпение, понимаете, а ведь к терпению иногда оно приходит, ему приходит конец. Я что хочу сказать еще, ведь Библия и Коран говорит о чем? Не убей. Это и там, и там, понимаете, все правильно. Но есть это правильно, как-то Камиль Хазрат сказал, что есть лже-мусульмане, я с вами согласен, которые, они под видом Господа Бога, значит, делают деяния, там, ну, совершают нехорошие поступки. Так вот, а жить у нас, мы вместе с татарами, с русскими, да мы все праздники отмечаем, да мы вместе. Если Курбан-Барам, Айдагас вместе пошли, если Пасха, то же самое, это, тоже Айдагас вместе пошли, значит, булять, в общем-то, и никаких различий у нас не было. Единственное, что, конечно, это вот речь другая, не спорю, язык другой, но, и вот оттар есть с чему поучиться, мне очень всегда нравилось, когда в детстве, это почитание и уважение к старшим, мне очень это нравилось. Да, спасибо большое вам за столь интересное мнение, к сожалению, звонок оборвался, но, тем не менее, зритель с вами согласился. Мнение очень правильное, то есть слово толерантность просто, и мы не согласны с этим термином, это вообще медицинский термин, но... Он прижился и выражает много... То есть он прижился и, может быть, мы даже вкладываем другой смысл, но, да, действительно, терпеть это не очень хорошо, может быть, пора научиться любить друг друга. Ну, продолжая тему Маулида, как он будет отмечаться у нас в республике и какие события пройдут в Болгаре? На самом деле месяц уже начался и в мечетях проходят, в различных мечетях, то есть в республике, в районах он празднуется. То есть празднуется не в таком понимании, что я не знаю, как с чем сравнить, то есть это есть некие песнопения, которые произносят Салавата, восхваления пророка, вспоминания о его жизни, то есть мы вспоминаем о том, как он поступал, как он жил, о его словах. Слова пророка, они очень прекрасны. Например, рай находится под ногами ваших матерей. О правах отца, о правах соседа, что он говорил, что я даже испугался, настолько архангел Гавриил, то есть ангел Джибраил, алейхиссалям, настолько говорил мне часто о правах соседей, я даже подумал, что их нужно будет включить в наследство. То есть соседи, они порой даже бывают ближе, чем родственники, то есть родственники, они могут быть где-то далеко, но сосед он всегда рядом. И ислам он об этом учит, и в этом месяце мы об этом всем вспоминаем. Но кульминация, можно так сказать, кульминация, она будет 11 числа, хотя это только начало месяца, это 12 число месяца Рабиуля Ауаля, то есть ночь с 11 дня на 12 будет проходить в городе Булгар. Это уже не первый год муфтии различных регионов страны, в основном муфтии татары, они собираются в городе Булгар, так как это нейтральная такая и близкая сердцу каждого татарина территория. Приходит очень много гостей, и Матимир Шарипович, он каждый год посещает нас. Проходит песнопение, рассказываем проповеди, делимся, обсуждаем насущные вопросы. И шейх Талгатаджудин, и Равиль Хазратгайнудин, они тоже приезжают, приезжают и муфтии, то есть соседних, близлежащих регионов. Мы обсуждаем, делимся, очень прекрасно, красиво это все проходит. Но и на этом только не остановится, в течение всего месяца мы в различных районах, по возможности я тоже буду выезжать, у нас уже выстроен график на целый месяц, где-то в домах культуры, где-то в мечетях праздник будет проходить. Ну а если у кого-то из жителей нашей республики нет возможности не сходить в мечети или съездить в Булгар, как им необходимо тогда отпраздновать данное событие? Ну, скажем, 11 декабря, это будет воскресенье, ну хотя бы просто проявить радость. Как можно проявить радость? Не знаю, купить какой-то торт, прийти, попить чай со своей семьей, хотя бы так. То есть важно, чтобы он просто радовался, вспомнил о том, что он мусульманин, вспомнил о своих традициях, вспомнил о том, что наш любимый пророк Мухаммад, салалу алисалям, пришел в этот мир. Если есть возможность почитать книги о нем, вспомнить о его прекрасных качествах, о том, о чем он учил нас и наставлял. У нас есть еще голосование в нашей группе ВКонтакте, я бы хотел послушать ваши комментарии. Сегодня мы спрашивали наших пользователей ВКонтакте, какие из национальных праздников они отмечают. В данном случае мы не брали религиозные праздники, а именно праздники, зародившиеся в народе. Следующие варианты Сабантуй, Каравон, Гронбетон и другие, а также стараюсь ни одного не пропускать. Но 78,9% проголосовало за Сабантуй. Ваше мнение, насколько популярны остальные праздники у нас в республике, и насколько действительно Сабантуй является праздником среди всех народов. Традиция празднования Сабантуй не прекращалась, может быть, поэтому. Каждый помнит, и даже если он не татарин, в его детстве есть какие-то ассоциации. Мы смотрим и соседние республики, и в Чувашии, и в Мариэл, это везде проходит. Вообще по всему миру празднуется Сабантуй. То есть маленького процента Каравона, может быть, что был какой-то перерыв. Недавно только его начали так отмечать. Вы посещаете данные праздники, праздники других народов? Каравон мы в этом году присутствовали, посетили праздник Каравон. Конечно. Вы принимаете в них участие. Ну и хотелось бы, у нас есть еще время, послушать ваши итоги. Итоги 2016 года для вашего духовного управления, для всего мусульманского сообщества, республики. Какие бы вы выделили, как ключевые? Начну с самого начала. Событий у нас было очень много. В конце прошлого года и в начале этого, как раз прошлый Маулит, прошел ровно год назад, мы принимали, на плену мы принимали нигизляма, нигизляма это правило поклонений. То есть есть такие вопросы, которые, может быть, не прописаны, то есть буквы из закона относятся, может быть, к каким-то традициям. Например, едешь в район и говорят, вот как мы будем выносить покойного из дома, головой вперед или ногами вперед? Закрывать нам зеркало, не закрывать нам зеркало? Когда проходит маджлис, то есть завод в гости, накрыть нам еду полотенцем или не накрыть? И так далее. И чтобы не было подобных разногласий, наш совет улемов, совет мусульманских ученых, совет аксакалов, совет духовных судей, они разрабатывали этот документ. Совместно мы его приняли, чтобы не было разночтения и прийти к ному знаменателю, прийти к единству. Мне кажется, что это тоже был очень важный шаг в нашей истории. А где с этим документом можно ознакомиться? Конечно, он на татарском языке, он был роздан каждому имаму, у каждого имама он есть. Наверняка в следующие годы он будет дорабатываться, потому что есть другие вопросы, что касается иника мусульманского бракосочетания, как это должно проходить. То есть это все будет расписано, в следующие годы этот документ будет дополняться, корректироваться и дополняться. Но это привело нас к единению, это очень важно. Самое громкое событие, мне кажется, это, конечно, вспоминаем и Ифтар в месяц с Рамадан на 10 тысяч человек. Да, он стал достаточно рекордным. Но самое громкое, то есть в федеральном, может быть, даже в мировом масштабе, это закладка камня в новую Булгарскую Исламскую Академию. Есть здесь указания на приоритеты, что мы отдаем приоритеты знаниям, приоритеты науки, тем более, что это не на пустом месте делается. Академия, когда-то там был и Исламский Университет, давным-давно в городе Булгар. Также это нейтральная такая территория, которая далека от соблазнов этого мира. Надеюсь, что будут выходить ученые, наши доморощенные ученые международного уровня. Также хотелось бы отметить издание нового издания, то есть в оригинале Корана, издание, которое подготовило Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Также мы сделали запись, она первая в России запись, полная рецитация, полное чтение Корана на диске. Это тоже как бы что-то такое новое, которого не было в истории еще России. У нас есть еще один телезритель, давайте послушаем этот вопрос. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, извините, Камик Адрат, это Рамис Беспокоен и сказание. Знаете, тут две причины есть. Две. Надо открыть заводы, фабрики, дать рабочие места. У нас же 60-70% безработных. Только не говори, что это неправда. Безработные у нас, а говорят 4-5%. Где молодежи работают? Вы посмотрите, колхозы, солхозы посмотрите. Ничего нету, все идут в город, все идут из-за времени пьянствовать. И одна просьба, вы в этом Москве или Путине скажите, что ли, что всем передать, чтобы не было такого слова. Это исландский фундаментализм. Мы все мусульмане, все. Да, спасибо большое. Но скорее не вопрос о мнении нашего телезрителя. Социальные вопросы, они очень важны. То есть человек, если не смог себя найти в этой жизни, это становится причиной разгильдяйства или, может быть, о том, что он начинает думать о деструктивных течениях. То есть это основная причина. То есть социальное неравенство. Даже те же самые взятки причин терроризма. Когда кто-то решает свои вопросы взяткой, я, например, не могу решить, или вы не можете решить этот вопрос так, у вас зарождается недовольство. То есть это тоже одна из причин. Да, но эти темы, я думаю, мы будем понимать в наших следующих встречах. Камиль Хазрат, большое спасибо за участие в этой нашей беседе. На этом мы с вами попрощаемся и попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». Всего доброго, до новых скорых встреч.